Волжанка Сегодня я собрал все свои вещи ровно так, как бы я поехал на чемпионат России или чемпионат России. Волжанка Волжанка За одним исключением я взял удочки и катушки только в единственном экземпляре. В условиях соревнования все это дело должно обязательно дублироваться. Но поскольку удочек и катушек у меня великое множество, тащить их на водоем смысла особого нет. Все прекрасно понимают, что рабочая удочка должна быть дублирована. Значит первонаперво нам нужна телега или транспортная система, чтобы все вот это вот огромное количество вещей довести до водоема. Есть транспортные системы, которые крепятся непосредственно в платформе. У компании Волжанка эта транспортная система даже входит в комплект. Есть вот такого плана телеги четырехколесные. Есть специальные приблуды для платформ Волжанка. Там делают их тоже товарищи дополнительные два колесика. То есть транспортная система, она необходима. Без транспортной системы соревнования для вас будут очень-очень мучительные. Потому что нести такое количество и всяких тяжелых вещей на себе, это конечно приятного мало. И перед самими соревнованиями, собственно, вы задолбаетесь так, что вам будет не до рыбалки. Кепочка в данном деле тоже очень важна. На самом деле, правильная одежда, особенно летом, когда очень жарко и можно обгореть и получить солнечный удар, это, конечно, очень важная штука. Нужна по возможности футболка с длинными рукавами, с защитой от ультрафиолета. Обязательно кепка. Лучше бандана, которая будет закрывать вам все лицо. Ну и вместо шорта можно использовать штаны и какие-то там совсем легкие ботиночки. То есть максимально защищаться от солнца, потому что вы сидите непосредственно на берегу. Перед вами большое зеркало, которое очень хорошо отражает всякие солнечные лучи. И там можно очень-очень сильно обгореть и во второй тур просто не выйти. Поэтому про это тоже нужно не забывать. Обязательно крем от загара и правильная одежда. Ну и дальше само седалище, на котором вы будете восседать и всех просто облавливать и завоевывать свои первые кубки, медали, ну и прочие награды. В платформе существует множество разновидностей, но принцип у них один. Это рама, сидушка и шесть ног. Ну и педаны, соответственно. Есть 25-й, есть 36-й. Сейчас все отдают предпочтение платформам на 36-й ноге. Стоят они не сильно дорого. У компании Волжанка такая платформа имеется. Называется она Проспорт. Очень добротная платформа, достаточно легкая. Как я уже говорил, в комплекте к ней идет транспортная система. Вот что очень удобно, не надо ничего докупать. То есть просто разобрали, прицепили транспортную систему, чехольчик, сумочки и поехали подсекать рыбу, собственно всех облавливать. То, что у меня нагружено на тележке, оно все, вам обязательно пригодится. Вместительный чехол. Сумка с обвесом и садками. Большая спортивная сумка, в которой находятся кормушки, катушки и прочие вещи. Ведро для замеса прикормки, шуруповерт, венчики, сито и сумка-холодильник для живности. Ну и непосредственно сам трон, на котором сидеть. Вот такой вот арсенал человека, который хочет ездить на соревнования, добиваться высоких результатов, занимать призовые места и даже побеждать соревнования. Ну теперь начинаем устанавливать платформу. Для начала выдвигаем педану, которая фиксируется двумя болтами. Выдвинули на полную, зафиксировали. Платформу нужно выставить строго по уровню. Здесь у платформы Волжанка их два. Один сзади, один сбоку. Если вы выставите платформу неправильно, то сидеть вам на ней пять часов. И ерзать, и все это сказывается на усталости. Поэтому очень внимательно выставляйте платформу. Это занимает не так много времени, но впоследствии это играет очень большую роль. Выдвигаем все ножки, все шесть. Надежно все это дело закручиваем, фиксируем. Все, платформа установлена. По уровню здесь ровно. Здесь тоже все ровно. Собственно, несколько минут и платформа установлена. Можно садиться. И в дальнейшем можно навешивать на нее весь необходимый обвес. Стандартной комплектацией платформы идет вот такая вот сидушка с выемкой под комель штекерной удочки. Кому-то удобно сидеть и на такой сидушке, но используя дополнительно вот такое вот креслице со спинкой, позволяет снять усталость со спины. То есть можно облокотиться на нее в процессе вываживания, в ожидании поклевки, или когда вы там меняете поводок, там еще что-то делаете. То есть это очень удобно. Спина отдыхает. Ну и кресло поворотное. Можно крутиться на нем на 360 градусов, что также очень удобно. Непосредственно переходим к обвесу платформы. Самое удобное, чтобы не ходить потом вокруг платформы, не переступать через различные столы и прочие штуки обвеса, начинать лучше все это дело обвешивать с передних ног. На правой ноге обычно крепится ведро для прикормки или садок. В более поздних версиях платформы в педане имеется отверстие для крепления садка. То есть можно старого образца платформы просверлить здесь просто отверстие, купить дополнительный штыречек и устанавливать садок непосредственно на педан. На передней ноге, еще раз повторюсь, вешается садок, ведро для прикормки и подставка под фидер. Садки в спорте используются, как правило, длиной 4 метра. В данном случае у меня спортивный садок Волжанка. Называется он Проспорт. Такой длинный садок. Ну это как бы регламентировано правилами, то что садок должен быть не короче 3 метров. Установили садок. Герловина правда огромная, очень удобно бросать рыбу. Дальше ведро для прикормки. Упс, каких-то соревнований у меня тут даже осталось чуть-чуть сухой прикормочки. Одели. Ну и дальше установили фидер-арм. Фидер-арм, как правило, используется нерегулируемый, но у меня их всегда два. Один это, как сейчас, нерегулируемый, и второй это регулируемый по высоте. То есть телескопический фидер-арм от Волжанки. Это очень удобно, когда вы ловите на каких-то там бетонных набережных, достаточно высокий берег, когда вам нужно опустить удочку вниз, вот тогда незаменим будет телескопический регулируемый по высоте фидер-арм. Ну в данном случае достаточно и обычного. То есть вот такая вот подставочка, на которую мы будем ставить фидер. Ну и сам вот фидер-арм. То есть устанавливается он очень легко и просто. Все, передние ноги мы обвесили. Теперь мы вешаем стол и обвешиваем задние ноги. Раньше у меня был обычный стол с двумя ножками, но в этом году я пользуюсь новым столом. Так называемый навесной стол. Как его устанавливать и что там надо было просверлить и все остальное, смотрите в нашем обзоре. Одели, выставили по уровню. Ну опустили немножко, чтобы можно было нормально, свободно поворачиваться на кресле. И зафиксировали. Ну все готово. Осталось обвесить две ножки. Значит на среднюю ногу очень удобно вешать. Рукомойник. Ну когда у нас происходит такая вот жаркая погода, то либо на эту, либо на эту ножку можно повесить крепление под зонт. Ну либо когда вы рыбачите там в этот самый, в дождь, то можно пользоваться зонтом. Ставим крепежик для зонтика. Рукомойничек. Очень удобная вещь, потому что все происходит очень быстро. Все в прикормке, в рыбных соплях, слюнях и прочим. Прям помыли, вытерли полотенчиком и все, все хорошо. Значит вот так это все устанавливается. Ну и еще одна очень немаловажная штучка. Многие используют различные козлики четырехногие, там какие-то подставки и прочее. Я пользуюсь очень простой штукой. Это большое Г-образное крепление. И новинка этого года, новая большая гребенка. На эту гребенку влезает раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь удилищ. Через одну восемь удочек сюда помещается. Такую штуку я не помню, ну больше ни у одного из производителей. Значит накручиваем. Одеваем на ногу. Ножка у меня дырявая. Это неспроста. Я вам чуть попозже объясню зачем это. Вот так это мы все дело закрепили. Ну и стакан. Чтобы не держать удочку в руках, на эту ножку мы цепляем стакан. На правую. И будем сюда в процессе рыбалки ставить коми для удочки. Все, все собрано. Теперь мы поставим три ножку. Такой же гребенкой. Чтобы удобно расположить запасные удилища. Вот. И дальше продолжим. Про удочки. Какое количество их нужно. Как это все оснащается и транспортируется. Для транспортировки удочек нужен очень большой и вместительный чехол. Лучше таскать один чехол, чем несколько разных. Потому что несколько разных можно случайно где-то забыть. А один большой чехол, ну его забыть очень сложно. Значит у меня чехол от Волжанки длиной метр восемьдесят. И четыре плюс четыре удилища. То есть сюда помещается восемь удочек в сборе. Чехол огромный. У него уплотнение очень толстое. Толще, чем у аналогичных чехлов любой другой фирмы. Поэтому он значительно жестче, чем все его аналоги. И вмещается сюда ну просто нереальное количество всякой штуки. Значит в одном отделении у меня живет зонт. Скажу сразу, что такого зонта в продаже еще нету. Может быть в следующем году он конечно появится. Но пока такого зонта в продаже нету. Это зонт с карбоновыми дугами. То есть такой ну очень современный и высокотехнологичный зонт. Он сюда прекрасно помещается. Также здесь был фидер арм. Ну и большое количество удочек. Удочки, ручки для подсадчиков. Ну и прочие штуки. Также вот здесь лежат колышки. Для промера дистанции очень удобная вещь. Без которой на соревнованиях делать нечего. Я потом объясню как ими правильно пользоваться. Как раз вот эта вот штучка. Одно из колышек можно сюда убрать. Потом использовать треножку. И вымерять дистанцию. Это нужно для берега, в который нельзя воткнуть вот эти вот стоечки. Это бывает достаточно часто. Различные бетонные набережные и прочие такие вещи. Там этими колышками так пользоваться не получится. Значит теперь о будилищах. Вообще все удочки транспортируются на соревнования уже в собранном виде. Выглядит это вот так. Вот это полностью готовая к рыбалке удочка. Установлена катушка. Продета вся леска. Ну через все кольца. Киверки привязан монтаж. Закреплено все это липучками. Ну липучки достаточно удобные. Вот стоят они совсем недорого. В ассортименте волжанки конечно же это все присутствует. И собственно все удочки транспортируются вот в таком виде. Собранном. Потому что время на подготовку к туру ограничено. И тратить его еще и на сборку удилищ и вязку монтажа. Но это немножко нелогично. Лучше потратить ее на изучение рельефа водоема, на подготовку размещения всяких вещичек на столе, на обвесы и всего остального. То есть это время можно потратить с наибольшей пользой. Значит снимаем липучки. Снимаем такую вот резиночку. Вкручиваем ручку. Цепляем кормушку или грузик. И все удочка в рабочем состоянии. Занимает это буквально меньше минуты. И можно уже забрасывать. Все удочку кладем в сторону. Ну и теперь по порядку. Сколько же нам нужно удочек. Вот сколько же удилищ нужно рыболову-спортсмену. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова